Сегодня ночью в центре Екатеринбурга на улице Сака и Ванцети, в районе дорогих бутиков и ночных кабаков, под стенами торговой галереи с почти одноименным с улицей названием, по соседству с центральным рынком, из городского подземелья разорвав асфальт и тротуарную плитку, вырвался на свободу фонтан холодной воды, как минимум трёхэтажной высоты. К счастью, гейзер забил на безлюдном пространстве, без ночных прохожих и дорогих иномарок, так что ущерб, вероятнее всего, минимальный. Нетрудно предположить, что внеурочное коммунальное орошение в Екатеринбурге напрямую связано с первым этапом городских опрессовок, стартовавших в начале этой недели, и завершаться они по графику уже завтра. Вероятнее всего, в ходе гидравлических испытаний под высоким давлением лопнула магистральная труба большого диаметра. По информации господ теплофикаторов, представителей филиала Т-плюс, во время опрессовок коммунальщики не планируют отключать в домах горячую воду, хотя есть нюансы. Кое-где в городе, в частности в Кировском и Октябрьском районах, с понедельника горячая вода тю-тю, и это не последствия опрессовок. С 20 мая и до 2 июня на Новосвердловской ТЭЦ запланирован ремонт. Среднеуральскую ГРЭС ремонт ожидает в конце июля и до 7 августа. А что до опрессовок, по плану они пройдут в 4 этапа. Ближайший намечен на июнь с 17 по 24 число, а последний ожидается в августе с 6 по 9. Продолжение следует...